МАК-24. Дорогой Раф, проясните, пожалуйста, вот по какой причине уходит цвет жизни? Или причина такая же, как упадение, чтобы помочь нам? Спасибо. Это верно, что та причина только продвинуть человека, она вызывает состояние, когда Высший Свет исчезает. Поэтому написано «поднимают святости», а не опускают святости. С самого начала творения и до его конца весь процесс, который мы проходим, это должно случиться, и мы должны пройти, но только должны ускорять времена, но не состояние сами. Но может быть, что мы падаем в одну секунду этого, на секунду этого нам достаточно, а может быть, что проходит несколько месяцев, и мы пока ещё не можем выйти из этого. Так написано, что Исраэль ускоряет времена, мы можем сократить времена, но не то, чтобы мы могли изменить что-либо, но всё, что человек проходит, он должен пройти в соответствии с его местом, в системе Адам-решу. Поэтому принимайте это с терпением и в согласии заранее с тем, что всё, что делает Творец, делает во благо, но я должен в этом только участвовать внутри десятки, с Творцом, и как можно больше в стремлении получить уверенность, потому что уверенность является облачением. Что значит, что нужно работать без разума? С чем именно работать? Без материального разума. В чём разница между материальным разумом и духовным разумом? Я не могу сказать тебе. Материальный разум, ты можешь сказать, что ты как бы знаешь его. Это разум, который ты знаешь вследствие событий твоей жизни, согласно разуму и чувствам, в соответствии с тем, что ты прошёл. Но пока духовного разума нет. Духовный разум — это уже облачение в клей веры. Я работаю несколько лет с десяткой. У меня есть уже какой-то духовный разум сейчас? Нет. Нет. Потому что ты не отменяешь себя перед десяткой, чтобы было у тебя клей духовное. Осталось только молиться? Молиться. Можно, но кроме этого нужно совершать действие по отмене перед десяткой и молиться, чтобы это было успешным. Это самое трудное. Отменить себя перед десяткой. Болгария. Доброе утро, Раф. Доброе утро, приятели. Вопрос от десятката. Каква е разликата между уверенността и верата на знанието? Вопрос от десятки. В чём разница между защищением уверенности и верой в ваше знание? Вера в ваше знание – это состояние. Ощущение уверенности – это ощущение внутри состояния. Тель-Авив, Арба. Тель-Авив, 4. Спасибо, Раф. Да, может быть, тот же вопрос, более-менее. И во втором состоянии, когда свет ушёл от него, он тоже должен работать в ваше знание. Так веренность, свет, который облачается в уверенность, это то, что облачается в ваше знание. Есть клей уверенности и свет уверенности. Мы должны создать оба клей уверенности. Это наш кисарон. То, что мы должны быть слиты с действиями Творца и быть погружёнными в это. А свет уверенности – это то, что мы получим как результат нашей отмены. Вот так. Согласно такому подходу, самая большая уверенность есть в виде зародыша Убара, когда он полностью отменяет себя, полностью исчезает в Высшем, не мешает ему ни в чём, чтобы быть буквально как Высший. И тогда Высший начинает развивать его. Но вследствие того, что Высший развивает его, материальный зародыш находится во власти Высшего, духовный зародыш. Он обязан отменить себя по отношению к Высшему. Всё время отменять себя больше и больше. Это активная отмена духовных угор? Это активная отмена в десятке, конечно. Тоже находится под властью Высшего? Он находится под властью Высшего в мере, насколько он отменяет себя перед ним. Потому что вследствие этого уже начинается с точки после трёх первых дней, это три дня восприятия семени, уже начинается работа зародыша Убара. Конечно же, постепенно, насколько он участвует, но в любом случае уже начинается работа Убара. Убара, Хадера один. Допустим, человек получил это состояние, пришёл свет уверенности. Пришло ощущение уверенности, свет. И в этом состоянии человек, как правило, сразу делает вещи, с которых он потом падает. Что надо делать в этом состоянии? Я не понял, о чём ты говорил. Я говорю, человек чувствует, что пришёл свет. Что он должен делать дальше? Что значит, пришёл свет? Я не знаю, что такое свет. Чувствует очень неуверенность в том, что говорится здесь в статье. Да, но... Что он должен делать в своей жизни? Как правило, он делает ошибки и падает. Если он чувствует, что есть у него сейчас свет жизни, свет уверенности, так он может сделать здесь много действий. Отдачи, объединения, продвижения. Стоит начать изучать что-то из Торы или изучение десяти сферот или из книги Зоа для того, чтобы почувствовать больше, углубиться больше, участвовать в высших действиях. Хорошо? А в десятке что он может делать? В десятке обычно. В десятке как обычно. В десятке нет у нас новых требований. Тоже требования к большему объединению во всевозможных видах, которые раскрываются. Тактикула 30... Да, здравствуйте. Тут есть что-то, что кажется немножко наоборот. Он описывает, что если есть жизнь и есть уверенность, то импульсивный, бурлящий, а если нет уверенности, то умный исследователь. Я говорю, наоборот, лучше быть без света жизни, без уверенности. Давайте мы придём к чему-то практическому, прочитаю это несколько раз и затем подумаем. Пока что то, что ты говоришь, это очень запутанно. Москва-7. Раф, вот если сравнить две уверенности, вот уверенность ученика кампуса, допустим, и уверенность ученика, который занимается в десятке. Вот они же значительно отличаются. И вот можно ли как-то измерить эти два различных клея? Или нам стоит смотреть на эти ощущения как на подарочные, без всяких выяснений? Ну то есть допустим ли какой-то анализ этого клея? Нет, нет у нас. Верам мы сейчас ничего не можем сделать, а только отменить себя перед Высшим. И это в материальном виде группа, а в духовном виде это сила отдачи. Верам. 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 Верам.